За последние сутки в Тверской области выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Напомним, что днём ранее эта цифра была в два с лишним раза меньше. Темпы прироста количества заболевших вирусом COVID-19 в нашем регионе довольно нестабильны. Хотя в целом мы находимся скорее в конце рейтинга по количеству выявленных заражений среди других регионов России. Но что это означает? Верхний Волжи уже вышел на плато или речь о временном затише перед новым натиском вирусной инфекции? Нужно ли продолжать соблюдать повышенные меры предосторожности? И как по факту поступают тверичане? Что делают для профилактики смертельно опасного заболевания работники транспорта, администраторов магазинов и других мест массового скопления людей? Об этом в нашем первом репортаже выпуска. Общее количество заболевших коронавирусом в Тверской области превысило тысячу и достигло показателя в 1006 человек. При этом динамика очень нестабильная. Если во время недавних праздников новые факты ежесуточно фиксировались десятками, иной раз в день более полусотни, то затем это было то 10, то 20 новых заразившихся. Но 15 мая снова выявлено аж 44 наших земляка со страшным диагнозом COVID-19. Число жителей верхнего уже зараженных на данный конкретный момент и проходящих лечения вроде бы стабилизировалось и держится в районе цифры 550 человек. Между тем специалисты крайне осторожны. Отмечаю, что пока рано говорить о выходе на плато в Тверской области по числу заражений COVID-19. Значит и меры предосторожности должны соблюдаться еще более тщательно, чем ранее. Эпидемия пока на спад не пошла. Поэтому, конечно, то, что народ немножко расслабился, это очень плохо. Надо, например, тоже соблюдать все меры предосторожности. Мы посетили основные места массового пребывания горожан. И судя по тому, что мы там увидели, можно свидетельствовать. Многие жители региона действительно расслабились. Кто-то не использует маски в общественных местах, в магазинах, в автобусах. Например, в автобусах многим пассажирам ездят вообще без масок. А в магазинах покупатели зачастую пренебрегают требованием соблюдения социальной дистанции в полтора метра. И стоят буквально в притирку друг к другу. Находятся и те, кто в принципе не верит в защитные свойства медицинских масок. Или в опасность коронавируса как такового. Нужно сейчас в транспорте в данный момент маски носить защитные? Или уже можно не носить? Я считаю, можно не носить. Почему вы так думаете? Ну, не знаю. Я Фома неверующий. Я вообще не носила ее никогда. Почему вы не носили? Потому что я услышала, что носить надо тем, кто заболел. Я не боюсь этого. Зачем? Мне кажется, это все просто, ну, вранье. Я не вижу пика заболеваемости, чтобы так критично носить маски. У меня нет, например, знакомых даже, чтобы кто-то болел. Отдельные маски без перчаток и полной химзащиты не спасают. Коронавирус никакая не выдумка, отвечают скептикам врачи и эпидемиологи. В той же областной больнице сейчас лежит невиданное для конца весны число пациентов с пневмонией, которая протекает очень тяжело. Десять наших земляков уже умерли от новой вирусной пневмонии. А те, кто выздоровел, говорят, что эта болезнь не проходит без серьезных последствий для здоровья. Она сильно поражает легкие. Вакцины против грозного заболевания пока нет, а риски заражения очень велики. Поэтому во вчерашнем выступлении губернатора региона говорится, что полное снятие мер профилактики вируса пока преждевременно. Федеральным правительством и Роспотребнадзором нам даны жесткие рекомендации, жесткими параметрами, когда мы можем завершить снятие ограничительных гарантийных мер. Это коэффициент распространения болезни. Он должен быть ниже, чем 0,5. Сегодня наш коэффициент, он очень сильно меняется изо дня в день. До тех пор, пока мы не сможем быть уже четко уверенными, что у нас нету таких всплесков, мы не сможем выйти на третий этап и достичь показателя 0,5% по коэффициенту распространения ковида. Речь идет лишь о поэтапном снятии некоторых ограничительных мер. И это касается в первую очередь работы предприятий, объектов торговли, офисов и отелей, но никак не честных лиц, которые, наоборот, должны еще более тщательно соблюдать противоэпидемические требования. Справедливости ради стоит сказать, что многие тверичане все же прислушиваются к рекомендациям специалистов. Причем в местах массового скопления людей мы встречали тверичан, которые используют не только маски, но и перчатки. Правда, некоторые разъясняли нам, что все это не нужно носить постоянно. Надевать надо только перед тем, как зайти в магазин или общественный транспорт. Отмечали респонденты, которых мы опросили при входе в гипермаркет, а также непосредственно в автобусах. Как известно, и транспорт, и помещение магазинов по несколько раз в сутки обрабатывают специальным раствором. Несмотря на это, люди убеждены, что без соблюдения ряда личных мер безопасности нельзя быть уверенным в том, что ты защищен. Я думаю, что инфекция не до конца нас еще отпустила, поэтому соблюдаем меры безопасности и продолжаем защищаться. Вообще на улице ее не надо носить, но когда заходишь в какие-то места, где очень много народу, лучше носить. Все в маске и с собой антисептики, которыми я дезинфицирую руки. Я работаю с людьми, непосредственно достаточно близкий контакт у нас, я парикмахер, поэтому я в маске, чтобы никого не заразить. Все носят, и я ношу. Ну вот на ваш взгляд, нужно еще носить маски? Наверное, нужно. Я думаю, в общественном транспорте, в магазинах это как бы сейчас нужно, необходимо. Инстинкт самосохранения. Только тщательное соблюдение всех мер предосторожности позволит сбить волну распространения коронавируса, напоминают эксперты. В противном случае мы получим возвращение инфекции, после чего органам власти придется ввести новые меры самоизоляции, скорее всего более жесткие, со всеми вытекающими последствиями для экономики России в целом и кошельков простых граждан в частности. Поэтому ограничительные меры отменяются постепенно, с учетом реальной обстановки. В этом убеждены и горожане, с которыми мы пообщались в ходе подготовки нашего репортажа. Я думаю, надо продлить, потому что еще не так все хорошо. Эпидсостояние какое у нас в городе. Я считаю, что еще носить нужно. Хотя это рекомендательный характер, ношение масок. Но думаю, что ослабляться нельзя. Сегодня, как говорится в известной поговорке, спасение утопающих во многом зависит от их собственных действий в условиях пандемии, от личной ответственности, от реального осознания существующей угрозы. Об этом говорят и специалисты Минздрава. Необходимо использовать медицинскую маску, которая способна защитить в первую очередь от заражения, но и от распространения. Потому что мы можем находиться в инкубационном периоде, и таким образом мы защитим тех, кто с нами рядом. Защищая себя, защищаем других. Ношение медицинских масок и перчаток, использование антисептиков, усиленная личная гигиена и, конечно, ограничение контактов с другими людьми. Вот те не очень-то и сложные правила, которые помогут нам всем остановить пандемию и не пополнить печальный список жертв коронавирусной инфекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok